всем привет дорогие друзья с вами red fox а мы продолжаем наше приключение stone shard так и сейчас мы отправимся попробуем бы выгнать бандитов перебить так насколько я помню нам две клеточки вниз музыка в игре прикольная но она есть это не всегда не везде непонятно как в бою она есть обычно напряженная так в полях растет много всяких трав очень полезных алхимию пока не ввели но травки сами по себе очень неплохо бафают например лечат так засада нас один сверху один справа до двое вас так надо как-то не с двумя сразу разбираться отлично отлично как у нее там пхп почти помер барланцы какие-то на меня тут налетели можно туда залезть его попинать или можно пока отходить в сторонку и ждать к д эх блин давай-ка прижимайся к кустику отлично так а мы пойдем пока с твоим другом поговорим получил гад так оба гады здесь ну-ка план такой бахаем шипами он правда помрет наверное может его откинет сюда и он этому урон нанесет да нанес так но он полудохлый уже можно его окаменеть а можно просто вмазать фу нормально разобрались так я там лопух то я создал за который меня прервали до собрал так лечение нам пригодится я боюсь вот релизник очень хорошая травка и зверобой отличная травка у нас весь инвентарь уже забит так не взять ли дубинку но вроде нет тесак получше так это ерунда ничего не стоит я думаю мы набью найдем по цене лут так а вот и форт надо аккуратненько не согреть на себя толпу так нас это заметил пока он один нас это полностью устраивает давай иди сюда в принципе можно уже вот так пока мы будем подходить он придет в себя может нам вмазать потом так что наверное мы подождем пока у нас перезарядится шипы и вмажем ему даже не надо было ждать шипов так мы проголодались на 25 а у нас на 35 оленины не хотелось бы ее тратить и еды я не купил да вот это я красавчик так сопротивление голоду ладно я думаю бандитов что-нибудь найдем попить надо хотя бы энергию уменьшает голод это очень плохой для нас вариант насколько там испортится через два дня ну ладно пока потерпим так следующий пошел найти на исходную отлично так ну он активно довольно оттуда пытается выбраться о клетка нам подходит вот мы пришли бандитов бить и у бандитов есть определенный плюс у них есть еда обычно можно найти в подземельях так точно так ну что то там один или еще не один последний или нет а вот не сработал стан точнее не сработало отбрасывание сейчас сработало гаун ломает шипы то ну и сам тоже сломался так это вроде все да сверху кончились враги теперь надо внутрь лезть так что то ничего тут не залутать так голод есть жажда есть ну что делать в принципе можно как раз травками закинуться сопротивление голоду иммунитет так регенерация у меня боли остальные оставим на случай травм они пригодятся нам в ящиках может быть много полезного вот например по идее по идее у нас в подземельях преимущество с нашей магией тут кругом стены всякие углы об которые можно бить врагов главное на толпу не нарваться неожиданно из за угла так а где все просто может так оказаться что все сидят в одной комнате кучно так картофель ну к сожалению почему то нельзя по моему готовить поэтому слопаем так шкура вепря не помню сколько стоит но явно дороже всего этого 50 монет ну меньше чем волчья за 40 45 можно продать пока возьмем так вот сейчас будет наверно опасно да у них еще и лучник может сразу их бахнуть профилактически давайте так вот это место вроде бы нам подходит вот из-за угла об этот столб мы будем бить вот так вот так и пока он встанет вообще неплохо так и там есть еще лучник мы себя заперли но и к нам не пролезть опа а вот и пролезть а вот и пролезть получи-ка получи-ка ой-ой-ой извиняюсь это у меня надеюсь было не громко так ну что неплохо можно сесть отдохнуть так мы проголодались восемьдесят три стоит крестьянский лук нифига не стоит ой-ой-ой какой лук опа лучник ну давайте жахнем ему сразу пусть подвинется вниз на клетку отлично цветок снятия чар тут бывает проклятое оружие довольно прикольная задумка если ты его надел не определив что оно проклятое ты его не сможешь снять и будешь за это лутать какой-то дебаф постоянное кстати короткий лук а у меня какой лук а у меня крестьянский этот получше да но магические всякие штуки оружие там прочее на более поздних уровнях попадаются так у нас голод двадцать восемь давайте оленину слопаем наверное чё ее хранить то энергии мало мы на это я отлично заперто так вражина не застанется обо что бы его приложить валуном то тут вот здесь можно вот здесь можно очень я придумал ну и все а ты выделывался гад и что же у тебя тут было еда может какая нибудь нам бы пригодилась опа ловушка у нее тут было за углом ну что пойдем ниже вообще когда мы разламываем всякие бочки ящики мы по идее шумим и к нам могут на шум прийти картофель картофель помидор железный слиток не влезает думаю травку можно подъесть в принципе давайте наверно всю залпом пусть нас бафает по полной есть мы пока не очень хотим сначала исследуем все куда двери куда дверей нет потому что оттуда могут прийти на шум враги вот все в дверях теперь можно ходить в разные стороны то неприятно когда вас окружают это может закончится фатально так а у ты неприятель выходи ка сюда стан прошел мы получили по морда сам не за что давайте подвлечимся как раз под бафами от травок так а вон еще один нарисовался сразу а вот и стан не сработал а вот теперь сработал получил боевой тесак кстати этот то меч я что то не посмотрел но он поломанный и этот поломанный так сядем отдохнем в торс мы немного получили медовуха так вон вражина сидит ты один тут ну-ка иди сюда опаньки а вот и проблемка а вот и проблемка кстати это повод испытать наш третий скилл окаменел на пять ходов невозможность получения физических эффектов то есть бить его в это время нельзя я так понимаю так а вот и этот гад стан шипы а еще я помню что ты умеешь прыгать чарджем как раз три хода чтоб сюда дойти и он вылезет из своих можно еще раз о камнем долбануть не помогло фу знаете ка сядем отдохнем а то мы без выносливости остались нормально с кризисом разобрались нормально с кризисом разобрались так ну денег каких то стоит это оружие слиток не вылезает картошку съешь железный слиток это 40 с лишним монеток это очень хорошие деньги за одну единицу инвентаря так голод у нас дать подъедим что находили до этого извиняюсь за мой голос много разговариваю с вами горло немножко разболелось так нас заметили нас заметили так если он на выходе прикрыть будет ли в этом смысл в принципе еще нет просто в качестве урона они контроля там решил пройти на а тут проход есть ладно ну давай сюда ну и все и помер так что у нас самая дешевая боевой тесак ого вот это неплохо так это с этой стороны мы были уже так вражина можно об эту стенку его постукать типа вот так на один ход а сколько хп я не посмотрел 43 процента все кустарные фальшионы их ну да они дороже оленья шкура оленья шкура по моему дешевле чем вепря это 50 а оленья 50 но все равно вепря возьмем пока посолиднее так больше ничего нет опаньки а вот и босс пришел на шум а вот у него не сработал стан очень неприятно а а у меня еще в кд теперь стан сработал вот к нему я не хочу подходить дайте ко мне лук как мне там по хп 36 процентов попали 23 стало пару раз попасть о и привет в принципе и в принципе можно уже его валуну и грохнуть отлично 79 опыта ух и он уже пробил себе выход сейчас бы нам могло прилететь по полной тяжелая палец ох какая хорошая штука кстати почему бы мне ей и не бить вот так я думаю будет неплохо так свиток я не знаю почему свитки продаются по моему недорого не до ухо вообще мало стоит но воинам она очень алкоголь снимает боль который у ближнего боя бойцов по кд в каждой заварухе блин мешок еще обратно тащить ай ну вместо шкуры получается так аметист аметист точно берем так ну все получается квест мы выполнили наш первый пойдем еще догуляем где мы не были в этом подземелье а вот по моему это кладовка последняя везде в остальных местах мы были ну да все значит уходим главное по пути не нарваться на неприятности а это вполне реально по дороге так что у нас по опыту половина только уровня так ну можно пойти прямо и сдать квест а мы так и сделаем пойдем прямо в город и сдадим потому что у нас инвентарь забит надо все это продать надо получить награду некуда положить мы сразу грибок слопаем и пойдем дальше главное не напороться на неприятности а это вполне реально так темнеет что-то непонятно долго лазили в подземелье ночь уже на смотри спать пошли все блин а я хотел продать все успеть ты еще покупаешь он уже не торгует ночь наступила и закрытые ладно пошлите спать я не знаю кстати еще по идее еще должно работать наша аренда до 6 утра поспим так вы ожидаете у меня есть медовуха бармен и и вроде как должен хорошо покупать почем по 23 из 25 ничего себе надо ему носить прям без вариантов так пойдем квест дадим для начала туман красота пересменка у стражи здрасте я за наградой так следочки с будем брать или не будем потом я думаю потом надо еще немножко подкачаться как стражи то так кузнец продаю много всякой фигни так чашку серебряную надо посмотреть кому выгоднее так 190 43 63 а вот этого парня а метикстон подает покупает лучше о мантия геоманта смотрите какая вещь сила геомантии плюс 20 процентов затрат на заклинание минус 10 но это как у меня отличная вещь 1300 монет а у меня почти есть слушайте слушайте мы сейчас все до продаем и наверное купим себе эту эту мантию потому что почему бы и нет а потому что есть геомантический трактат 2 мнение каменные шипы руна связи руна укрепления руна поглощения дождите ка так это я знаю руна укрепления руна поглощения руна связи блин а я два уровня знаю я 3 не знаю получается или то это был первый там какой был уровень трактата второй а в списке то что я уже знаю мне вот интересно землетрясение рунический взрыв бросок у луна можно записаться когда не сохранится и попробовать купить но когда за сохраняешься по моему них ассортимент меняется кстати нет этой лавки почему-то так что там с едой 25 так надо еды купить не забыть а вот пришла так тебе металл я смотрю на переплавку подсвечники и чашки выгоднее продавать дир кронделе пары красивые люблю топоры но не в этот раз так шкурки пойдем шкурку точнее кроличью все что осталось продадим посмотрим сколько нам сейчас стоит имеет ли смысл это брать а ты чё до сих пор не торгуешь что ли это офигел дедуля все уже работают а ты филонишь ну вот некоторые выходят посох знахарям походный посох посохи мы выучим как-нибудь потом после геомантии так 21 монету этого парня пошли заглянем где дуле может уже одумался да вот торгует почем 26 монеток 26 монеток ничего магического ему не подвезли в этот раз ну что пойдем на все деньги купим себе мантию наверное гулять так гулять да у меня вполне останутся деньги вот меня конечно подмывает вот это купить посмотреть ну ладно а почему ты свитки покупаешь 6 монет 15 монет что-то так себе ну что это вроде всем лучше мантия а ладно один раз живем нифига денег то появилось так и можно как раз зачарование у нее бахнуть непробиваемый мантии геомант сопротивление рубящему шанс уклонения ну ладно пусть так а какая у нас теперь накидочка клёво что внешний мид меняется то в таких играх этого могут и не делать так еда мне нужно двести три по тридцать пять рука один ну что крак взять нейтрон не портится со временем давайте возьмем окорок гулять так гулять так и хлебушек какой-нибудь продаем за 16 монет хлебушек крендель за 20 мораль повышает ну давай хлебушек еще так на 28 нас голод как раз есть попить наполним бурдюк пойдем поспим и собственно так сейчас по идее у меня уже не проплаченная кровать а нет еще нормально но один часик чтоб чисто сохранится надо было выложить сюда с тобой не таскать ладно ну что ж я думаю на этом мы закончим но в следующей серии пойдем может быть уже даже и на квест в новой таманте и можно попробовать я думаю да возьмем квест пойдем в путешествие всем спасибо что смотрели всем удачи всем пока